Хорошо, давайте. Что вы собираетесь? Ну, я собираюсь все записывать. Да, пожалуйста, я буду свои права узнавать. Комплект стоит 168 рублей, да? Девушка, я ставлю ценовой категории свои, понимаете? Вот накладные. А чек можно? Уберите, пожалуйста. А чеки были мужу? Чек мужу не даны были. Смотрите, вот все накладные. Ни одного чека, он вас тогда покупал, ни разу чеков не дано было. И вчера не было чеков. Вы уже ходите с этим бельем, по-моему, четвертый или пятый раз? Нет, это всего лишь я второй раз. А он еще два раза ходил. И он второй раз. Туда-сюда, вы же так весь отдел можете померить. Давайте так с вами договоримся. Я сегодня уже не пойду, потому что я бухгалтера жду. Завтра я. Я многодетная мама, мне нужны деньги. Я за это не хочу переплачивать три раза. Так вы бы так и сказали тогда уже, что не переплачивать, ничего. Что мне нужны деньги. Хотя вот постановление, вот тоже, видите? Обмену возврату не подлежит. Но я уже не пошла чисто по-человечески к вам на встречу, если бы вы сказали, что вы нуждаетесь. Я нуждаюсь. Кушать нечего и то, что-то такое. Так надо же было по-человечески просто такое. Этого не делают назад. Назад это не делают. Значит, подойдите ко мне. Вот. У меня, значит, будет пятница. К выходным только не утром. Хорошо? В субботу к вечеру или в воскресенье к вечеру. И мы этот вопрос решим абсолютно. Можно я может отправлю? Абсолютно. Отправьте. Без скандала. Вы по-человечески бы сказали, не надо, чтобы ручки тряслить и все. Я всем иду навстречу. Я просто, потому что я очень добрый, хороший человек. Поверьте мне. Хорошо. Только по одной причине. Верите вы мне? Потому что, в принципе, ничего. И как мы с вами договариваемся, цену возвращать вот 190, что он оплатил, или 168 за это? Нет, ради... Я подниму по записям все, что было продано, так, какая была сумма. Посчитаю, вот и вашу доплату. Я все записываю. Все это. И мы разницу эту все заберем и все. Хорошо. И вам я отдам вот все, что там получилось. Комплект нужно сегодня встать? Да, ради бога, я же его могу и продавать. Сегодня это я бухгалтера жду своего. А так я, значит, вот завтра выхожу на нормальную работу. Это мне в парикмахерскую под шестого. И мы с тобой только на выходных к концу дня. В 5-6 в субботу. В субботу конца дня. Или в 5-6 в воскресенье. Комплект я вам оставляю. Оставляете, да, вы что это налоговое? Меня не надо пугать, потому что у меня... Я фирма. У меня все по-честному. Вы бы просто как женщина пришли. Я уже вчера подружки этой соседки. Это как женщина, когда узнала тогда цену, когда вы мне сказали. У меня просто был шок ценовой. У меня цены большие, потому что... У меня ценовой шок был. А я вам расскажу. Я вам расскажу, что это такое, почему у других. И докажу вам, если вы... Я просто не хочу ни в войну, мне ничего не будет. Хорошо, я тоже не люблю войну. Потому что обмен. Абсолютно. Вот. Потому что, смотрите, да нормально все. Смотрите. Есть постановление от второго года. Вам бы в Меловицы два раза вас послушали, а потом в охрану просто вызвали. И в Марк Формейли, и все. Это насчет обмена. Второе. Когда едут люди в Москву или еще куда-нибудь, в Китай, например, и покупают вот такой мешок белья, качественного или некачественного, они могут поставить меньше ценовую категорию. У меня же все вот с этими НДСами, потому что у меня ни одной вещи нету. Я уже не в том возрасте, чтобы заниматься этим. И вообще я никогда этим не занималась. Ехать в Москву, рыться, что-то там искать, мешками привозить и продавать это подешевле. У меня абсолютно нормальное белье, но оно дороже. Все с сертификатами. Ну, просто не по нашим финансовым возможностям. Муж немножко здесь. Я уже не выдержала, уже написала там. Идите сюда.